Всем привет-привет, с вами Флэшка и это Женские Игры, и мы продолжаем нашу рубрику по списку. Сегодня вы уже заметили, что рубрика немножечко отдыхает, но в общем об этом я хочу рассказать, потому что меня долго мой муж говорил, поиграй, тебе понравится, тебе обязательно понравится, я решила поиграть. Это у нас Fallout Shelter, которая буквально недавно, она 29 марта появилась в Стиме, но это не очень-то новая игрушка, как сказал мне Google, игра еще 15-го года, то есть 2 года прошло, чтобы портировать ее на ПК, я не знаю в чем такая большая сложность, но в общем игра 15-го года, сейчас она есть в Стиме, она абсолютно бесплатная, но не в этом суть. Давайте с самого начала попробуем поиграть, я уже немножечко в нее наиграла, вы видите мое убежище 303, мы создадим новое убежище, новое, теперь вам нужно выбрать номер убежища, спасибо, давай, пускай будет 611, пускай будет создать убежище. В общем, о чем эта игрушка? Это игрушка, наверное, для таких любителей Fallout'а, как я, знаете, в кавычках, которым нравится все, кроме пострелушек в Fallout'е. Нравится лут, нравится пустоши, нравится убежище, но не нравятся пострелушки. Вот это для меня эта игра. В общем, у нас есть убежище, мы смотрители убежища, мы ответственны за всех людей, которые там живут, наша задача обеспечивать их, давайте мы это пропустим, обеспечивать их безопасность, размножение, процветание, счастье и достаток и так далее, чтобы они пережили эти тяжелые времена и сохранили себя. И вот как выглядит эта игрушка. Ну что можно ожидать от игры, портированной с мобильных устройств? Ничего особенного, но я вам скажу, что нарисовано очень качественно, очень симпатично, особенно вот этот, видите, эффект 3D, вы заглядываете, как будто это действительно вот кукольный домик, такой вот в разрезе, о котором все безумно мечтали. Убежище переполнено. Я, походу, отключила обучение. Что у нас есть? У нас есть жители, которые приходят в наше убежище в надежде найти убежище. Ох уж, это тавтология. И у нас есть вот такая вот, не очень большая, я бы сказала, гора. Она очень глубокая, но не очень широкая. Я бы, честно говоря, хотела, чтобы она была немножечко шире. Вот. И у нас есть инструмент строительства. И определенное количество всяческих комнат, которые нам будут добавлять разные способы прокачки наших персонажей, разные способности крафта, исследований и так далее. И, конечно же, эти комнаты будут открываться со количеством жителей, как это обычно делается в всяческих градостроительных симуляторах. Давайте построим одну жилую комнату. Вот здесь, пускай здесь живут. Вот. И сразу построим, что нам надо. Нам нужна энергия. Вот здесь. Нам обязательно надо питание, потому что все хотят кушать здесь. Также нам нужна водичка, чтобы ее пить. По-другому просто никак ничего у нас не получится. Если у нас не будет воды, давайте сюда перетащим человеков. Вот сразу в генераторную два штука затащим. Ты уже туда идешь, нет? Давай, заходи, человек. В столовую, чтобы пропитанием занимались. Идите, работайте. Мужичка одного закинем вот сюда. Сейчас вам объясню, зачем. И двух женщин отправим на развитие очистки воды. В общем, на водоочищение. Мужчина, проходите, проходите, не стесняйтесь. Что у нас есть? Что у нас есть на панельке управления? У нас есть количество жителей здесь в уголке. У нас есть уровень счастья. Если жмакнуть, можно видеть, где мы тут находимся. Что? Ну, честно, не помешало бы еще немножечко текста. Объясняю еще всяческие показатели. У нас есть показатели энергии, еды, воды, которых надо придерживаться. Что значит вот эта полосочка? Это, наверное, текущий уровень потребления. Насколько у нас есть больше? Возможно. У нас есть крышечки. Куда же без крышечек в фэллауте? И есть кола. Можно сказать, что это игровая валюта. А это донатная валюта. Но ее тоже можно заполучить в разумных объемах из всяческих заданий. Что у нас есть внизу? У нас есть внизу вот скриншотики. Зачем? Я не знаю. О, у нас новый человек прибежал. Давайте мы его куда-то пристроим на работу. Посмотрим, где он будет полезен. Видите? Я навожу силу. Плюс два сюда. А вот одну мадемуазель отсюда заберем и закинем к мужчине. Зачем? Мы будем их размножать. Потому что люди здесь не только приходят. Их приходится размножать. Кто-то писал, что это прям вот так прикольно. Такой социальный момент. Мне же это попахивает каким-то скотоводством. Потому что вы просто заселяете харизматичного мужчину и меняете ему женщин, пока она не забеременеет. Ну то есть забеременела, убрали следующий. Забеременела следующий. Ну, я не знаю. Я не так сказать, чтобы прям что-то во мне феминистическое там сидело. Но как-то, как-то это выглядит вообще не очень. Но у нас тут апокалипсис. Надо поднимать популяцию. Тут не до чувств верующих и неверующих тоже. Что у нас еще есть? Со скриншотом разобрались. У нас есть молоточек строительный. Вот. Описываются. Ну, хотя бы комнаты немножечко описываются. Я уже говорила, что открываются комнаты за количество жителей. Вот. И максимально у нас 200. Последняя комната на 100. Но, в принципе, максимальное количество жителей 200. Как это все толпой отправлять? Без понятия. Что у нас еще есть? И тут начинается самое интересное. У нас есть, собственно, магазин. Вернись, пожалуйста. У нас есть магазин, в котором мы можем покупать всякие коробочки. Вот в коробочках. Вот мы можем купить ту колу. Как я сказала, игровая валюта. Прям целый магазин можем купить. Прям вообще. Можем купить наборы. Наборы коробочек. В коробочках находятся карточки с денежкой, одеждой, питомцами, оружием. Персонажами, какими-то прокачанными. Вот. Ну и стоит, соответственно. Питомцы можно купить. И, собственно, ресурсы. Вот. Донатик здесь такой приличный. Потому что Bethesda поняла, что платная игрушка это хорошо. А бесплатная это всегда намного прибыльней. Забрать это, если вдруг вы что-то получили. Вот. Что дальше у нас есть? У нас есть карта. Но для того, чтобы исследовать пустоши, нам обязательно надо... Куда бы типа пихнуть-то? Переполнено убежище. Давайте что-то еще построим. С чем у нас проблема? У нас маловато еды. Построим с вами еще одну столовую. И здесь прикольно. Вот комнаты можно соединять. Смотрите. Я беру столовую, строю. И строю ее рядышком. И сразу столовая стала побольше. Она функционирует как две столовые по показателям. Но она при левелапе, при улучшении, она стоит меньше. Мне нужна еще одна жилая комната. Вот так вот, пожалуйста. Отлично. Теперь у меня энергии не будет хватать. Сейчас разберемся. Насчет пустоши нам нужна комната исследователя, чтобы ходить по пустошам. И есть вот радость, свет моих очей. Задачи. Задачи, которые у нас здесь высвечиваются, можно отменить. Но потом за каждую последующую отмену будут требовать колу. Вот именно задачи. Это легальный способ заполучить эти же коробочки и эту же колу игровым путем. Есть еще ежедневный отчет, который оценивает ваш этот. Без понятия, что он делает. Потому что я еще до этого не дожила. Я только как шесть часов играю в эту игрушку. Это мне нравится. Это мне нравится. Дальше у нас есть инвентарь, в котором будут складываться хлам, питомцы, костюмы, оружие, которые мы будем находить. Место на складе всего лишь 10 ячеек. Но их можно расширять, покупая комнаты склада, так сказать. Давайте купим еще одну генераторную. У меня не хватает на генераторную. У нас просто света не хватает. Мужчина, проходите, проходите, все места будет. И еще есть руководство по выживанию. Я бы назвала это каталогом. Все новые предметы, которые вы будете находить, они будут появляться здесь. С кратким описанием. Также есть помощь. Такая, знаете, чисто общая информация, которую можно посмотреть в руководствах в стиме. Зато с картинками очень симпатично выглядит. Безумно симпатично. Смотрите, вот здесь рассказывается ежедневные отчеты и оценки. Это знаете, на что похоже? Это во всех браузерках есть такая функция, что за каждый день вы получаете бонус за вход. Это ровно та же фигня. То есть, если вы 5 дней подряд заходите в игру, то на шестой день вы получаете крутую вкусняшку. И есть еще обалденная статистика. Это для ачивка дрочеров, таких как я. Я люблю посмотреть на разные циферки. Также есть ачивки. Карточек, конечно, нет, так как это игрушка фри-то-плейная. То есть, если будете донатить, будут и карточки. А так для недонатеров нет карточек. И что я хочу сказать про эту игрушку, ребята? Это прекрасный представитель мобильных игр, который просто окунул меня в мой 2006-2007. Серьезно, такое стойкое ощущение браузерных игрулик ВКонтакте, от которого я не могу отделаться вот уже на протяжении 6 часов. Просто на примере приведу. Буду проводить аналогию с фермой. Грубо говоря, это наша ферма. Мы с вами покупаем новые грядочки, комнаты. Каждая комната, каждая грядочка растет определенное время. Мы можем ускорить. Вот. Можем и не ускорять. В общем, она растет определенное время и по истечению этого времени приносит свои плоды. У нас есть рабочие, или можно, так как они здесь размножаются, можно даже это назвать скотом домашним. Это человечки. У нас есть бонус за ежедневный вход. У нас есть мини-квестики в выполнении задач. У нас есть все, что делает эту игру просто один в один с любимыми фермами. Вот почему она затягивает и почему она держит. Но после осознания всей механики почему-то становится не так уж весело и не так интересно. На самом деле игра не очень динамичная. Вот. Здесь случаются события время от времени. Например, где-то может загореться пожар, вспыхнуть пожар. Могут накатить какие-то рейдеры. Рейдеры ведут себя... Что бы сказать глупенько, это ничего не сказать. Рейдеры тоже ведут себя очень-очень смешно. Потому что, например, сюда врываются рейдеры, и если я заблаговременно сюда закинула юнитов, например, чтобы они воевали, они не будут воевать. Рейдеры, короче, пробегают мимо них, те стоят тупят, и рейдеры побежали дальше. Самое забавное, вот как беременные женщины потом тусят. Смотрите, вот он уже начал ее околачивать, так сказать. Он подкатывает, они там шутят туда-сюда, посмеялись, пошутили, потанцевали. И потом он ее уведет в заднюю комнату, и она оттуда выйдет уж очень уставшей и изнеможенной. А ему уже следует будет подставить другую женщину для выполнения действия нужного нам. Беременными они здесь ходят где-то часа три реального времени. И ровно столько же потом этот ребенок вырастает уже в полноценного члена общества. и, как писали в руководствах, показатели ребеночка зависят от показателей родителей. Откуда набрать новых, откуда набрать крутых родителей? Мне попадались из коробочек. Реально попадались из коробочек карточки персонажей каких-то особенных, и у них очень хорошие персонажи. Но после шести часов мне игра показалась скучной. Да прости от меня, любители этой игрушки. Потому что однообразно и уж очень... Возможно, это вот мое предвзятое отношение, потому что уж очень отдает фермами. Вот серьезно. Это уже мое убежище, в котором я играю. Мне очень нравится рисовка. Bethesda сделала очень качественно. В плане рисовки атмосферы Bethesda просто шикарнейше постаралась. Прокачаем персонажа. Все очень перекликается с оригинальным фэллаутом. Характеристики, инъекции, антирадин, оружие, также броня. Все очень похоже. У этого ничего интересного нет. Вот этот красавчик. Смотрите, какая симпатичная военная броня. Прям мужчина моей мечты. Это, кстати, один из персонажей. Куда пошел? Вернись. Я не хотела тебя увольнять. Вот где-то нечаянно что-то кликнешь, и все, он уже побежал. Вот это один из персонажей, который мне попался за карточку. Также есть питомцы, которые можно... Одного вам дают там потом по заданию. Вот. Вот у меня детишки подрастают. Как получить еще питомцев? Скорее всего, за всяческие путешествия. Вот у меня здесь уже есть лазарет и лаборатория. В лаборатории мы производим, в общем, лечилки в лаз... Нет, это лазарет. А в лазарете лечилки, а в лаборатории антиротин. И еще есть комната с радиостанцией. Вот это у нас второжение жучков. Ой, теперь крысы уже вылезают. Видимо, с прокачки персонажей или с развитием убежища оно все прогрессирует. Сначала вылезали такие безобидные жучки. Теперь вылезают вот такие вот страшные кракозяки. Господи, какие же они страшные. И прям в бою я ничего с ними не могу сделать. Я могу разве что вот прицелиться. Было что-то такое. Теперь не могу. Апкмнуть? Нет, не могу. Могу их подлечивать во время битвы. Вот таким вот образом. Когда ей уже совсем станет плохо, она сама запросит лечилку. Она сверху над ней засветится. Так, что я говорила? У нас есть еще радиостанция, которая привлекает новых поселенцев. Но не рассчитывайте на них. Лучше плодить и размножать человека-людей. И благо дело здесь это все происходит очень быстренько и продуктивненько. Никаких вам уложенных тревог. И вот для исследования пустоши это кабинет смотрителя. Наверное, самый интересный, самая интересная часть игры это, собственно, задание. Вы берете задание. Здесь написано, сколько минут. Это не на выполнение задания. Это сколько времени надо персонажам, чтобы они дошли до места, которое нам нужен. Смотрите. Пятый уровень. Требования. Но может быть такое, что мне там наваляют по самой небогу. Давайте возьмем несколько персонажей. Возьмем тебя. Возьмем лечилок. По 6. Кого еще возьмем? Посильнее. Тебя возьмем. И тебя возьмем. Вот. Уровень соблюден. У нас два одни стрельных. И начать задание. Смотрите, как они пафосно сейчас будут собираться, выходить, вытопывать. И они 5 часов только будут топать до места событий. Вот они уже выбрались. И они будут топать. 5 часов. Это очень долго. Можно дойти мгновенно за вот эту колу. Да, я хочу. Чаще всего оно окупается. Вы когда исследуете это все, что вы там найдете, чаще всего вы находите еще некоторое количество колы и даже иногда в плюс выходите. Но даже при том, что у меня персонажи 10 уровня, я натыкалась на персонажа 77 уровня, то есть задание для 7 уровня. И мне было настолько больно, что это просто капец. Смотрите, какое большое. Давайте его с вами исследуем и посмотрим, что же нас здесь ждет. А ждут нас вкусняшки. Есть награды за задание и также есть всяческие лути, которые можно найти тут, 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 там. О, здесь еще жучки, жучки, это не очень страшно. С жучками мы расправляемся быстренько. Вот, экспо, это прекрасно. Это, наверное, самое динамичное, что есть в этой игре. Вот наблюдать за самим этим убежищем не очень интересно. О, какая-то страшная зверюга. Никого, надеюсь, не заразила. И если зверюге что-то есть, она вот так вот светится. мы получили лечилку. Да, детка. И уровень поднялись. Замечательно. И за каждый левелап мы еще немножечко денежки поднимаем. Пока что вот, вот в таких вот хранилищах что-то находится. Нам сразу говорят, здесь есть лут, не пропусти меня. Давайте, добивайте. Очень они медленные в этом плане. Когда всех убили, мы получили оружку. Замечательно. Но можно ровно так же просто дойти до последней комнаты, там умереть и профукать все, что насобирали. Как-то вроде бы нормально разбираемся пока что с этими. И вот что это за... Что это было? Мы нашли сокровища. Здесь лифты со всех сторон. есть. Это, конечно, еще опыт. На это жаловаться не стоит. Но вот такой вот лутик. Лутик везде нас ждет. Я сейчас до конца дойду и покажу, что мы там нашли. Ну вот, последняя комната. Что же нас здесь ждет? Спасибо за помощь в борьбе с заражением. наши люди ушли выполнять самые безумные задания в надежде привлечь к себе внимание горна и следить за порядком в доме. Сейчас некому. Как вам удалось раздобыть экземпляр горна? Значит, на станции горна можно попасть, если надрать кому-нибудь занницу. Так, как вам удалось? мы получили старый номер из убежища 819, а до того нам приходилось читать только что-то, что-то. В общем, задание про прессу. Могу ли я как-то утащить их с собой? Не знаю. Что я здесь найду? Я надеялась, что я найду колу, но я нашла какое-то крутое обмундирование. И все. Вот, собственно, так и выглядят вот эти вылазки. это либо такое, либо поменьше, вверх, вниз здание. Они разные совершенно бывают, с разными заданиями. И не так, вот сюда узнать о газете Новый Горн Бостона надо было, может, другой вопрос задать. Вот, и мы можем вернуться в убежище. Да, я точно хочу вернуться в убежище. Это все, что мы нашли. К сожалению, я не нашла ни одной колы. Поэтому возвращаться домой я буду пешком. пять часов. Это очень долго. И это напоминает вот игрушки, где вы играете, играете, когда у вас заканчиваются попытки, вам предлагают купить дополнительные попытки за реальные деньги. Вот это реально то. Потому что ах, вам скучно стало. Ну так заплатите нам, и мы вам дадим контент. О, наконец-то мое радио привело еще одного человека. Нужен ли он мне? Я не знаю, но как бы больше народу, меньше кислороду. Не аргумент, конечно, но человек мне не помешает. Пускай работает в столовой, мне нужна еда. Что еще сказать об этой игрушке? Это ферма. Это веселая ферма в контактике, только она теперь в стиме, и она профиллаут. Все. механики те же, в принципе те же, методы заработка и выуживания денег те же, но качественно, красиво, картинка, музыка, все прекрасно. Немножечко бы еще геймплея каких-то, я не знаю, мини-игр для развлечения между ожидайками, и все. И было просто конфетка. А так хороший способ позалипать. Не кликер, конечно, но тоже очень-очень залипательно. И это был не обзор, ребятки, это было просто мое мнение об этой игрульке, в которую меня убалтывали прям насильственно поиграть. На этом все, с вами была Флешка.